Платежи фонда за обязательное медицинское страхование достигли 20 миллиардов тенге. Лидером по уплате отчислений и взносов являются жители Алматы. Известно, что реформа претерпела некоторые изменения. А какие именно, расскажет Марала Манжулова. Дата полноценного запуска медстрахования передвинута на два года. До этого времени реформу подкорректируют, расширят страховой пакет и уменьшат взносы для физлиц с 5% до 1 в 2020 году и до 2 в 2021. Изменения в сроках не коснутся работодателей, чьи отчисления будут пополнять резервы фонда до его полного старта. Остается без изменения обязательства по уплате отчислений работодателями. То есть, если даже крестьянское хозяйство, либо индивидуальный предприниматель имеют в своей структуре, в своем хозяйстве наемных работников, то как работодатели они будут продолжать платить отчислений. Отчисления за указанных лиц. Это в 2017 году составляло 1% от начисленного дохода. В 2018 и 2019 годах это будет 1,5% от начисленного дохода работника. С дохода самого работника взносы не удерживаются. Фонд уже поступило более 20 миллиардов тенге. По отчислениям по-прежнему лидируют алматинцы. С большим отрывом за ними следуют жители Астаны, а также Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей. С запуском в медстрахование граждане получат два вида услуг – базовый и страховой. Первые включаются на авиацию, профилактические прививки и медицинскую помощь при социально важных заболеваниях. В страховой пакет входит амбулаторно-поликлиническая, стационарная и палеотивная помощь, а также восстановительное лечение, сестринский уход и медицинская реабилитация. По словам столичных врачей, к нововведениям в работе они готовы полностью. Поликлиники готовы к изменениям, к социальным страхованиям. Структура работы поликлиники в большом счете не изменится. Также будем принимать пациентов. Единственное, что будут проверяться при приеме пациентов, будет в базе проверяться взнос фонда медицинского страхования. Я думаю, это большой плюс для нашей страны. Улучшится качество работы, качество именно медицинского обслуживания. Получать медпомощь незастрахованные казахстанцы смогут до 2022 года. Однако в усеченном виде. До полноценного запуска реформы пакет ОСМС планируют сделать максимально полным и привлекательным. А отчисления, поступающие от граждан, направят на развитие системы здравоохранения, закуп нового оборудования и привлечение иностранных профессоров в медицинские вузы.